ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Маркер беднеющего населения, отсутствие здоровья в региональном и федеральном бюджете. Очевидным становится переход на военные рельсы. Простите, а в чем здесь военные рельсы? В том, что олигархи еще веселее отбирают народ. Я не понимаю, в чем здесь военные рельсы? Военные рельсы это мобилизация, в том числе управленческого, олигархического слоя, в том числе списание долгов или заморозка какого-либо взыскания этих долгов. Вероятно, следующий шаг – обмен маткапитала на долги. Впрочем, оплата ЖКХ уже от дачи государству Кесарева круг замкнулся. Материнский капитал – это еще и большая политика, а она точно должна не растрачиваться на повседневный быт, а откладываться на большие перспективные цели, которые с высоких трибун принято называть проектами развития. На этом фоне предложение Госдумы разрешить тратить маткапитал на квартиру, на кварплату, выглядит настоящим ударом по политическому курсу. Да, конечно. А вы что, не знали, что у нас происходит со страной? Ну и так теперь вы узнаете. До последних охранителей, путинистов, которые просто души не чают в хитром плане нашего бессменного руководителя, теперь они задумаются, а что такое происходит? Нет, если материнский капитал нужен не для покупки машины или квартиры, или оплаты дорогостоящего обучения в престижных университетах, школах для детей. Нет. Если это нужно для оплаты за свет, за воду, за газ, ну это вообще-то серьезный показатель. Известие. Страховщики почти прекратили ремонтировать автомобили по ОСАГО. Доля компенсации в виде ремонта по полисам обязательной автогражданки упала почти до 0% к концу 2022 года. Скажите, пожалуйста, а мы зачем платим за полисы ОСАГО, если потом автомобили по ним не ремонтируют? В чем тогда смысл этой системы? Может, тогда надо отменить эту систему? Нет, это большой бизнес, это большая кормушка. Люди, которые сталкиваются с этим автострахованием, зачастую признают, да, компенсацию выплатили, гораздо меньшую, чем я за какой-то период времени отдал денег за сами полисы. Вы просто платите тем, кто придумал эту схему. Вы просто кормите олигархов. За ЖКХ вы кормите материнский капитал. Из бюджета деньги перетекают в карманы управляющего класса. Буквально менее месяца назад ответственные должностные лица заявляли, что граждане не заметят поднятие тарифов на ЖКХ. Сегодняшнее утреннее СМС о выставлении счета на оплату услуг убедили меня, пишет Кирилл Кабанов в Совет по правам человека, в обратном. Ощутимая разница. А что граждане точно не заметили за первый месяц года, так это улучшение качества работы в этой сфере. Скорее, ровно наоборот. Вплоть до отключения электричества и отопления, когда за окном была максимально низкая температура. И так почти во всех регионах. Ну то есть, смотрите, если управляющая компания, энергоснабжающая, сбытовая любая компания, не обеспечила вас услугами, электричеством, в самый нужный момент, можно на них в суд подать. Ничего ты там не добьешься, правильно? Ну то есть, мы, простые люди, народ, должны всем, нам не должен никто и ничего, и никогда. Активисты Алтая уже много лет борются с буддистско-религиозной организацией Акбуркан, которая, по мнению народа, является филиалом международной террористической организации Нипанзан-Михадзи. Но оказывается, что их покрывают депутаты Единой России, суды Республики Алтай и даже Почта России. Организация считается экстремистской, потому что рассказывает какую-то свою выдуманную версию истории, подделывает мифы и легенды местных народностей. И там до сих пор на Алтае есть, ну знаете, вот эта знаменитая история, что Путин ездит к шаманам, все дела. Там до сих пор есть люди, которые живут по языческим представлениям. То есть, это не христиане и не мусульмане и даже не буддисты, язычники. Это их религия. Они, например, берут эти Акбурканы и вместо, как мне тут прислали, вместо духа Алтая, духа Тайги, вместо Создателя, его прописывают Будда. То есть, откровенная война против местных верований. Притеснение местного населения идет вовсю. Причем говорят, что Алтай это должна быть земля, присоединенная к другим странам. Вот как есть проект Великого Турана. Вот это из той же оперы. Люди ходят по судам уже несколько лет, я про эту ситуацию уже рассказывал. И снова то же самое. Отправляют жалобу в Верховный суд. Оттуда приходит отказ в рассмотрении, поскольку решения судов Республики Алтай не имеют гербовых печатей. Абсолютно ясно, что это процессуальные нарушения судов Республики. Короче, Алтай, что у вас там происходит? У вас депутаты Единой России, у вас чиновники покрывают организацию, судя по всему, экстремистскую. И вместо того, чтобы с этим разобраться, вы не людей защищаете, вы защищаете эту организацию. Видимо, потому что сами эти депутаты, кто они, буддисты? Или они просто взятки берут? В Бурятии разрешили устраивать свалки в особо охраняемых природных территориях и на берегу Байкала. Кабанский районный суд оправдал директора регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-Альянс» Дмитрия Дружинина, который обвинялся в совершении аж трех преступлений, предусмотренных частью первой статьи 247-й «Правил обращения экологически опасных веществ и отходов, создавшие угрозу причине существенного вреда здоровью человека окружающей среде». Алтай — одна история. Озеро Байкал — другая история. Байкал. Я думаю, не надо расшифровывать, что это такое за место. Потрясающее, удивительное, уникальное, единственное, неповторимое. Мусор вываливается в непосредственной близости от Байкала, на берегу практически, в особо охраняемых природных территориях. Ничего страшного. Гуляй. Свободен. Три факта. Оправдан. Молодец. Продолжай. Возвращайся к своей работе. Сколько денег на мусоре мы теряем? Я думаю, всем известным. В 2018 году вместе с пенсионной реформой была начата мусорная реформа. Вот чем это все оборачивается. Российского мэра избили на встрече с жителями. Глава деревни Киселева в Омской области собрал селян, чтобы обсудить благоустройство храма. Но у него спросили о воде. В селе ее не было уже четыре дня, потому что никто не ремонтировал водонапорную башню. Вопрос привел к жаркому спору мэра и главы района. Они не могли решить, кто должен отвечать за ремонт башни. Дело кончилось раздачей тумаков. Человеков в травмпункте, в больнице. Снимали даже журналисты. Слушайте, мне кажется, что если бы жители знали, что им ничего не будет, многие мэры и главы районов на своих ногах не уходили со встреч. Вот эти все истории про повышение тарифов, про загрязнение рек и озер, про вырубки скверов, лосиных островов, национальных парков, особо охранимых природных территорий и так далее. Это ж каждый день. В Бурятии неизвестны подошли релейные шкафы, установленные на железной дороге. Это уже второй подобный поджог за последние несколько дней. Уголовное дело возбудили в Иркутской области по факту пожара в военкомате города Братска, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ФСБ РФ. Инцидент, по сообщениям местных СМИ, произошел в ночь на 9 января. Бричалов, губернатор, за две недели потратил на свои авиаперелеты 6 миллионов 827 тысяч рублей. Пока у нас страна собирает копейки, считает копейки, отдает материнские капиталы в счет долгов по ЖКХ, губернаторы, министры, замминистра, руководители госкорпораций, или Бричалов, это руководитель, министр транспорта, за две недели потратил почти 7 миллионов рублей. За месяц это было бы 14 миллионов. За год это было бы, сколько, 14 на 12. 150 с лишним миллионов рублей. 150 миллионов на поездки, понимаете, просто на поездки одного чиновника. Как ему это удается, я даже не представляю. Деньги Бричалов на свои авиапокатушки вытащил из нищего бюджета Удмуртии. Ах, все-таки губернатор, да. Губернатор Вологодской области рекомендовал депутатам и чиновникам любого уровня воздержаться от проведения отпусков за рубежом. Какой молодец. А губернатор Вологодской области мог это сделать перед новогодними праздниками? Не, ну если бы он хотел реально чего-то добиться, чего-то изменить, во-первых, он бы делал это перед Новым годом. Наверное, это надо было делать еще весной, перед летними отпусками. Товарищи, у нас спецоперация, отдыхаем на территории нашей страны. Вот вам, пожалуйста, Байкал, заодно там мусор найдете, если приберите за собой, да, и за другими приберите. Вот вам курорты Черноморские, курорты Каспийского моря, вот внутри нашей страны, пожалуйста. Нет, этого не было сделано. А почему он рекомендует, советует? А где распоряжение? Почему это делает губернатор, а не Путин? Не выйдет руководство Единой России и не скажет, так, всем сидеть только в границах Российской Федерации. Узнаем, что кто-то из вас полетел в Дубай, на Мальдивы, еще куда-нибудь. Все, партийный билет отбираем, добиваемся, чтобы с должности вас сняли. Вот это была бы Народная партия. Ну, конечно, про Единую Россию такого можно только нафантазировать. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США Финцен опубликовало промежуточный отчет о результатах расследования действий российских олигархов накануне начала специальной военной операции. Они знали заранее о дате российского вторжения на Украину и перевели свои активы на своих детей, чтобы вывести их из-под санкций. Очень интересно, мы об этом догадывались, но теперь американцы взяли след. Судя по всему, им понадобился почти год, чтобы определить, кто из олигархов будет им помогать, а кто из олигархов достоин определенного рода проблем. И вот решение принято. Американцы публикуют отчет промежуточный. Так сказать, последний шанс для олигархов подумать, передумать, кому же они должны служить на самом деле. Говорят, а мы знаем, кому вы перевели деньги. Вопрос, откуда олигархи это знали? Кто, Путин или Шойгу или кто? Кто олигархам сообщил? Вот прямо перед самым началом. Я напомню, что слухи о возможных каких-то там вот этих всех военных историях ходили несколько месяцев. В начале года, в январе, начались переговоры Россия-НАТО. Были выдвинуты практически ультиматумы, да? Либо Украина гарантирует, что она не войдет в НАТО, и там еще ряд пунктов, либо мало не покажется. Разговоры ходили. Но именно перед 24 февраля деньги были переведены на счета других лиц. Кто слил информацию? Почему простые люди ничего не знали? Вы знаете, если бы в момент начала боевых действий наши начальники сказали, граждане Украины, мы вас призываем прятаться в подвалах, запасаться водой, мы идем не против вас, хотя бы уже в момент начала боевых действий, в момент, когда полетели ракеты. Но нет, ничего подобного не было сделано. Тема отставки странная. Да, на Биулиной можно при желании предъявить несколько больших претензий. Но с аппаратной точки зрения, для увольнения главы Центробанка причин нет. У нее хорошие итоговые показатели. Отчиталась о низкой инфляции, компенсировала за год к обмину замороженную часть ФНБ, пообещала в апреле вывести инфляцию на 4-процентный таргет. Мы вчера с вами упоминали о том, что Глазев якобы в Таиланде, там трали-вали. В нашем телеграм-канале я это уже оперативно ситуацию озвучил. Слушайте, почему-то история препирательств Глазевой и Набиулиной породила еще большую волну слухов о том, что Набиулину, может быть, все-таки снимут с должности. Возможно, Глазева даже все-таки назначат. Короче, тема пошла в народ. Тему стали обсуждать еще активнее, несмотря на опровержение. С чего вдруг? Знаете, у меня есть, честно говоря, только одно предположение. Если они сейчас собираются обваливать рубль, если в ближайшие 2-3 месяца мы увидим рубль по 80-90, возможно, даже 100 и выше рублей за доллар. Если это так, то да, Набиулина обваливает рубль, доллар дорогой, Набиулину показательно Путин, а та-та, плохая Набиулина, увольняет, на ее место сажает какого-нибудь Глазьева. Ну или по-другому. Глазьев критикует Набиулину, а должен говорить, что обвал рубля — это нормально. Ну, как бы, знаете, чтобы не было никакого раздрая в верхах. Набиулина должна остаться, но рубль должен обвалиться, и никто не должен никого критиковать. Просто так получилось. Никто не виноват. Короче говоря, насчет российской валюты уже в ближайшие месяцы я бы сильно поостерегся. Так что, если у вас на руках какая-то крупная сумма денег, вы, например, покупаете квартиру, или копите на квартиру, или машину, имейте в виду, в любой момент с вашими накоплениями могут произойти серьезные перемены. Стоимость российской нефти Юрелс опустилась ниже 50 долларов за баррель. Бюджет на 2023 год рассчитан на основе стоимости нефти в 70 долларов за баррель. Цена газа в Европе опустилась ниже 650 долларов за 1000 кубов. Впервые с начала сентября 2021 года. Друзья мои, дешевая нефть, дешевый газ — это крошечные поступления в российский бюджет, в долларовом, в валютном эквиваленте. Чтобы это компенсировать, рубль надо будет ослаблять. Почему-то чиновники говорят о том, у нас все прекрасно, у нас все хорошо. Вы посмотрите, как у нас раньше все было хорошо. Каких успехов мы достигли? Простите, эта лавочка уже закрылась. Музыка уже кончилась, вы еще танцуете. Россия нарастила экспорт сжиженного природного газа в прошлом году на 8%. Экспорт нефти вырос на 7%, сообщает Новак, министр, вице-премьер наш топливно-энергетического комплекса. Вице-премьер заявляет, простите, пожалуйста, все же знают, что Запад, Европа, очень активно покупал нашу нефть, газ, металлы, продукты питания, удобрения, впрок. Они забили все свои хранилища. Значит, в этом году, когда в силу вступили ограничения, уже такого не будет. Будет спад на многие проценты, возможно, на десятки процентов, на 15, на 20, на 30 процентов, как пойдет. Более того, то, о чем надо говорить уже сейчас, нам обещали, о, вместо газа мы будем продавать водород. Еще лучше, чем метан, абсолютно экологически чистое топливо. Водород. Я надеюсь, решена проблема с образованием определенных количеств перекиси водорода, которая будет ядом являться, сильным загрязнителем. Короче говоря, все будет нормально, ребята. Водород наше все. Сейчас про водород вообще не вспоминают. Вы должны понимать, да, в Европе, в Америке сейчас будет серьезный кризис. В Китае он тоже начнется в любой момент. В Китае вряд ли будут думать об экологии, а вот на Западе очень вероятно, что через 5, через 10 лет их промышленность будет перезапускаться. Но там уже российскую нефть и газ не факт, что будут активно покупать. Они же вполне могут реально осуществить этот зеленый переход. Это будет больно, это будет тяжело. У них вымерет население, сократится численность населения. У них там будет резня, потому что мигранты не знают, как вообще выживать, если государство вдруг снимет их с довольствия. Но это их проблема. А наша проблема. Нам платить за нашу нефть и газ перестанут. Почему сейчас об этом никто не говорит? Об этом надо думать заранее. Почему у нас так медленно развивается газификация нашей страны? Наши люди, которые топят печь травами, углем, готовы покупать газ, чтобы жить по нормам хотя бы 20 века, а не 19? Нет. Этого почти не происходит. Сейчас мы об этом поговорим. Нефтехимия, фармацевтическая химия, производство всяких удобрений. Этого ничего не происходит. Администрация Читы годами не может решить вопрос газификации столицы Забайкалья и тем самым устранить проблему загрязнения воздуха токсичным бензопиреном. Самое ядовитое вещество в мире бензопирен выделяется при сжигании любой органики. Даже если вы будете просто бумагу сжигать, у вас будут выделяться в небольшом количестве фураны, диоксины, бензопирен. В зависимости от того, какая температура, какова насыщенность воздуха кислородом, есть определенные факторы. Между тем, еще в 2006 году власти региона подписали с Газпромом соглашение о сотрудничестве. А в 2009 году была утверждена генеральная схема газоснабжения и газификации Забалькальского края. С 2009 года Путин сколько руководил нашей страной? Он был тогда премьером, после был президентом. Сколько? 13 лет прошло, уже 14-й год идет. 13 лет им не хватило, чтобы газифицировать Читу. С тех пор ситуация не поменялась. В 2021-м Минэнерго утвердил концепцию газификации регионов до 2030 года, тем самым решив вопрос об отказе от магистрального природного газа в пользу сжиженного. Тогда-то стало известно, что проводить газоотвод от трубопровода Сила Сибири в Читу географически и экономически невыгодно. Прекрасно! В Китай гнать газ эффективно и выгодно, в Читу невыгодно. Ну то есть, смотрите, у вас есть люди, вы хотите дать этим людям газ, но вы понимаете, что люди могут взять только малые объемы газа, потребить, и труба себя не окупит. Что надо делать в такой ситуации? Загадка. Отгадка через 3 секунды. 3, 2, 1. Кто догадался? Напишите в комментариях. Очень просто. Вы завышаете потребление газа в этом населенном пункте. Если люди не готовы использовать слишком много газа, хорошо, а может быть, вы можете газифицировать транспорт, сделайте Читу и другие подобные города точками, свободными от бензина. Пусть в этих городах весь транспорт, автобусы, троллейбусы, автомобили, грузовики заправляются на 95%, за исключением транзитного транспорта, заправляются исключительно газом. Это будет экологически просто шикарная ситуация. Создайте заводы, предприятия, которые будут использовать этот газ. За последние месяцы мы уже много раз слышали, что удобрение, оказывается, производится с большим использованием газа. Создавайте пластики, создавайте фармацевтику, развивайте промышленность, используйте этот газ. Повышайте рентабельность вашего газопровода. Нет, не надо. Просто не надо. Правительство РФ сделало бессрочную программу социальной газификации и распространило ее на медицинские образовательные организации. Замглава антимонопольной службы Виталий Королев сообщил, что с 1 марта 2023 года 1750 медицинских и 1860 образовательных учреждений в России смогут бесплатно довести газ до границ земельных участков. Как думаете, сколько потребуется времени какой-нибудь, простите, задрипанной сельской школе, деревянной, без туалета, чтобы вот эта газовая труба превратилась в полноценную систему отопления? Как вы думаете, сколько времени пройдет? Год? Два? Три? Пять? Это что за издевательство? А за это премию получат чиновники. Медали, ордена, какие молодцы. Повышение обязательно, повышение. Доля юаня в глобальных денежных транзациях составила 2,4%. Доля юаня в глобальных валютных резервах 2,8%. Да, то есть мы понимаем, что Китай сейчас один из мировых лидеров. Китай подминает под себя многие азиатские страны. У Китая, например, тесные отношения с крупной ядерной державой Пакистаном. У Китая, в Индокитае, да, то есть Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия. В Африке огромное число стран сотрудничают с Китаем. На Ближнем Востоке там саудиты задружились с Китаем, Иран дружит с Китаем. Так вот, все это колоссальное влияние Китая в финансовом смысле это только 3%. Мы, Российская Федерация, настолько колония, что мы в юань переводим 60% всех наших сбережений ФНБ. 60%. В мире юани уделяют внимание на 3%, 2,8%, Россия 60%. Набиулина, Силуанов, просто красавчики. Так разводить россиян еще надо уметь. Количество биткоинов, выведенных с бирж и неиспользуемых в спекулятивной торговле, достигло 15 миллионов монет. Всего выпущено около 19 миллионов биткоинов. То есть в прямых расчетах между пользователями или в качестве средства долгосрочных инвестиций используется 79% биткоинов. Знаменитая криптовалюта биткоин оказывается сейчас стала прям широко использоваться. То есть она не используется для в попытке быстро срубить деньжат. Она используется именно для торговли, для обхода санкций некоторыми странами и организациями в том числе. То есть это серьезная платежная штука. Почему я вам это зачитываю вообще? Криптовалюта это не очень наша тематика. Хотя когда-то я имел даже отношение к одному криптовалютному сообществу. Короче, в январе начался рост криптовалют. Криптовалютный рынок попер вверх. Очень может быть, что готовится крупная разводка. Сейчас оно все должно подорожать, подорожать, подорожать. Сейчас криптовалюты за месяц в целом от где-то 900 миллиардов набрали уже триллион долларов по капитализации. За полгода они могут набрать 2 или даже 3 триллиона капитализации. А потом это все резко обнулят. И все люди, которые в это дело вложатся, все быстро потеряют. То есть имейте в виду, ситуация непростая, ситуация сложная, ситуация серьезная. С 2020 года на 1% наиболее богатых людей мира пришлось 63% всех новых личных накоплений. 26 триллионов долларов. На 1% самых богатых 63% всех новых накоплений. 99% остального населения планеты досталось только 16 триллионов долларов. 26 триллионов. Для 1% богатейших 16 триллионов. Для всех остальных 99% населения. Говорится в докладе, приуроченном к открытию Всемирного экономического форума в Давосе. Как показали первые два года этого десятилетия, оно может стать лучшим временем для миллиардеров. Да, в Давосе все-таки открылся экономический форум. Уже много интересного рассказывают. Например, все швейцарские служительницы, что называется, древнейшей профессии легкого поведения. Все раскуплены. Никого не осталось. И вот там рассказывают. Оказывается, это десятилетие должно стать лучшим для миллиардеров. Коронавирус, войны, логистические кризисы, обвалы для миллиардеров — это лучшее время. Помните об этом. Я на самом деле подумываю, что в рамках развития нашей совместной деятельности большое спасибо тем, кто присоединяется к нашей команде. У нас уже несколько десятков человек. Уже мы заполняем сайт. У нас появился сайт. Скоро я вам его представлю. Мы начинаем отбирать новости для наших региональных групп и так далее. Надо выходить на международный уровень. Надо будет вести каналы на иностранных языках. Если вы хорошо говорите на английском, немецком, испанском, турецком, арабском, китайском. Или вы хотите тренироваться, хотите развивать акцент, присоединяйтесь. Я думаю, что со временем мы сможем и монетизировать совместную деятельность. Пока что нет. Пока что только на добровольных началах. Как только появится возможность, как только на ютубе нормально заработает монетизация, все в наших руках. Часть критиков власти часто сравнивала спецоперацию с советско-финской войной. Один из аналитиков такое сравнение правильным не считал. Но создание политического движения из хороших украинцев это полная аналогия правительства Финской Демократической Республики Отто Кусинена. Друзья мои, речь идет о том, что в России нашумела статья Виктора Медведчука, знаменитого кума Путина, которого при очень мутных обстоятельствах обменяли на большущее количество украинских, как это принято называть, нациков. И сейчас он фактически говорит о том, что его надо сделать президентом в изгнании. Медведчук заявил, что конфликт на Украине вполне может перерасти в мировую войну или ядерный конфликт. Альтернативой такому сценарию развития событий он назвал «мирные переговоры», в ходе которых обязательно нужно будет учесть позицию и мнение России. Он много чего там написал, большущая статья. Напоминаем, именно Медведчук был тем человеком, который похоронил проект Новороссия. Именно Медведчук с Зурабовым и Сурковым были теми людьми, которые убедили истеблишмент РФ признать Порошенко президентом Украины, а тем самым легализовать и легитимизировать украинонацистскую хунту. Именно Медведчук продавливал Минские соглашения, был их главным бенефицаром со стороны Украины. Именно Медведчук годами вводил в заблуждение Кремль, что украинонацистское государство можно усмирить политическими мерами. Короче, говорится о том, что Медведчук, ну если не за все в ответе, то он был одним из главных людей, которые отвечают за 8 лет обстрелов Донецка. В этом виноват не только Порошенко, Зеленский или там Путин. Вот этот человек, и ему опять дают дорогу в большую жизнь. Содержание самой статьи уныло, как и сам Медведчук. Но здесь более интересно другое. У Кремля просто нет никого, кого можно было бы выпустить на украинском направлении. Только все те же лица, которые на самой Украине не имеют уже ни малейшего авторитета, позиционируются там исключительно как кремлевские марионетки. Это вообще тотальный грех, порог Кремля. У них вообще нет никакого кадрового потенциала. Сколько лет мы это наблюдаем? Вот все грехи российской власти, о которых мы говорим последние годы, они все снова и снова повторяются. У нас есть аналогии с пенсионной реформой, у нас есть аналогии с коронавирусными мерами по борьбе с коронавирусом, локдаунами и много чем другим интересным. Мы видим, как идет экономическая подоплека всей этой ситуации, как олигархи крутят-мутят Абрамович, знаменитое его участие в турецких переговорах. И вот, пожалуйста, все те же лица, да, на внешнем направлении тоже у Путина нет никого. Это провал, кадровый провал. Если ты 23 года руководишь страной, у тебя нет доверенных людей, но это прям самое худшее, что только может быть. Статья это может быть заявкой на создание пророссийского правительства Украины. В России, пока в России. Заявка не реализация. Статья может остаться всего лишь статьей. Или попытка сформировать на Украине некое пророссийское антизападное общественное движение. Кроме статьи Медведчука, сегодня вышло заявление Небензи, наш постоянный представитель при ООН, что Россия готова к тому, что цели спецоперации будут выполнены мирным путем. То есть у нас развилка. Либо новое наступление на Киев или Харьков или Запорожье, или по всем направлениям силами мобилизованных. Либо переговоры, в рамках которых Украина что-то формально признает, типа там прав русскоязычных, чтобы выглядеть красиво. И тогда переговоры будут решать, где именно пройдет граница. Москва таким образом предлагает два варианта развития событий, нависает угрозы наступления и предлагает переговоры. Внутри же российской элиты все пошли на две стороны. Часть делает максимально отмороженные заявления и грозят ядерным апокалипсисом, а на их фоне выдвигаются переговорщики, хорошие полицейские, которые предлагают все решить миром. Я абсолютно не понимаю, где здесь логика. Ну то есть, смотрите. Кому мы предлагаем переговоры? Киеву? Ну так Киев не субъектен. Киев не принимает решения о переговорах. Принимает Лондон и Вашингтон. Это, я думаю, всем понятно. Они указывают Зеленскому, что делать, что не делать. У него есть какая-то минимальная субъектность, крошечная. А им ни угрозы захвата Киева, ни угрозы нового наступления, глубоко безразличны, не важны. Специально для Кремля будет составлен особый рейтинг губернаторов, исходя из патриотической позиции глав регионов. По данным инсайдеров, аналитическим центром при администрации президента РФ поручено тщательно изучить страницы российских губернаторов о социальных сетях и решения властей субъектов о помощи мобилизованным и добровольцам. Исходя из этих данных, будет создан патриотический рейтинг губернаторов. Вы знаете, я воспринимаю эту новость как предательство и диверсию против моей страны. Это подготовка Майдана и свержение Путина, я уверяю вас. Когда у людей дома нет отопления, света, воды, говорить о каком-то там патриотизме губернаторов, они этим должны заниматься, нормальной жизнью людей, а не патриотизмом. Для патриотизма у вас есть федеральное телевидение. Губернатор не должен помогать мобилизованным, это позор. Мобилизованным должно помогать Министерство обороны. Нет. Это очередное обнуление путинской системы. Вместо реальной работы, что губернатор пишет в своей социальной сети. Это главная оценка его эффективности. Это же идиотизм. Небольшой кейс по бессмысленно и беспощадному государственному пиару в регионах, пишет беспощадный пиарщик. Замечательная история. На связи с Сибирь. Барнаул, Алтайский край. Сегодня у нас прям одно за одним сообщение из Алтайского края. Где вторую неделю метели и минус 30. Коммунальные службы в праздники не убирали снег. Жители сами чистили дворы. Город получал втык. Городская дума, накануне расширившая штат пиарщиков, включилась в процесс. Сначала решили выпустить студентов за зачет. Народ не одобрил. И тогда пиар-специалисты решили выпустить кракена, то есть депутата. Закрепить, так сказать, эффект. Они выпустили материал «Депутат помогает в расчистке дорог от снега». Правда, не смогли сделать ни одного фото. Даже постановочного, где в галстуке с лопатой, с поднятым большим пальцем вверх, ну вы поняли, даже этого не было. Ровно через полчаса пиар-специалисты и ничего не подозревавшие депутат были размотаны местным СМИ. Примечание. Депутат об этом перформансе даже не знал и был слегка в шоке, когда его телефон разорвался от сообщений. Скиньте фото! Созывается срочное совещание, принимается антикризисная программа, депутат выдергивается чуть ли не из туалета. Нет времени объяснять. Вы должны срочно купить лопату и с ней сфоткаться на районе. Депутат, окончательно офигевший от такого расклада, покупает лопату, выкладывает фото, материал в СМИ обновляется. Без комментариев. Просто без комментариев. Зюганов дал понять, что недоволен работой МИД РФ и Россотрудничества. По мнению лидера КПРФ, России нужно активно предлагать миру привлекательный образ жизни. Сейчас же эта работа почти не ведется. Надо расширять сферы влияния России, в том числе за счет обучения иностранных студентов, продвижения русского языка. Россия должна предложить всему миру привлекательный образ развития, считает Зюганов. Вообще-то это коммунисты, марксисты должны предлагать образ развития, его популяризировать. Вы слышали о том, чтобы КПРФ за те миллиарды, которые она ежегодно получает из бюджета, по закону, партии, которые побеждают на выборах, за каждый отданный голос получают определенные финансы. Несколько миллиардов рублей в год Зюганов получает из бюджета. Я не знаю, сколько, 5, 10, 15. Где проект КПРФ? Красные флаги, вперед! Чего, блин? То, что путинское МИД и Россотрудничество провалили эту работу, это факт. Но КПРФ-то... Может быть, сами бы что-то предложили? Нет. Мобилизованный на спецоперацию бывший глава Свердловского госимущества Алексей Пьянков, который проходит обвиняемым по уголовному делу, был мобилизован незаконно. Так решила призывная комиссия. С ней согласился суд, где Пьянков пытался доказать свое право быть мобилизованным. Мы это с вами несколько раз обсуждали. Что в соответствии с последними законодательными новшествами, если человек оказался на фронте, он почти автоматически реабилитируется. Его не будут там искать судебные приставы и так далее. И ушлые дельцы, мошенники, бизнесмены всякие, депутаты, стали этим пользоваться и туда сбегать, в Новороссию. А вернуться с орденом, герой войны, теперь все, губернатором, министром надо назначать. Вы представляете, не у всех срабатывает. Человека все-таки выдернули, доставили в суд, он пытается доказать, хочу воевать, я мобилизован законно. Нет, дружок, обвиняем тебя в уголовном деле, будешь ты сидеть. Мне кажется, история веселая, как и предыдущая, впрочем, про депутата, который побежал покупать лопату. В Севастополе сбили 10 украинских беспилотников, повреждений на объектах нет, в городе все спокойно, заявил губернатор Михаил Развожаев. Что интересно, друзья, пошла информация о том, что это может быть подготовка к чему-то очень крупному. Украина может готовить наступление на Крым. Сейчас на фронте сложилась довольно сложная ситуация. Появляются довольно широкие сообщения о том, что у Вагнера большие проблемы. Вагнер показывал очень высокую эффективность, наверное, самую высокую эффективность из всех подразделений на стороне России. Но штурм Солидара стоил очень дорого. Серьезнейшие потери. Кем их восполнять, непонятно. Народу нету. По крайней мере, так говорят. Если это так, то сейчас, если вдруг Украина начнет контрнаступление, конечно, потери будут огромные с обеих сторон. Но она может увенчаться успехом. А их главная цель это, конечно же, Крым. И то, что сейчас Украина устраивает массовый обстрел, то это может быть прощупывание ПВО. И начало постоянных обстрелов, прощупывание обороны Крыма, регулярные массовые обстрелы, чтобы народ начал бежать на Кубани и в другие регионы России. Ну и с попыткой прорыва до Крыма. Генсек НАТО Столтенберг считает, что сейчас идет решающая фаза конфликта. Он рассчитывает на увеличение западных поставок тяжелой боевой техники Киеву, а ожидаю в ближайшем будущем большего. Всю Россию в любом случае ждет очень горячая весна и, возможно, февраль 2023 года. С учетом подготовки в центральных и западных районах Украины нового мощного кулака нашей стране, судя по всему, не обойтись без максимально возможной в нынешних условиях мобилизации всех ресурсов. Уже проводится восьмая и девятая волны мобилизации. Мобилизация добралась до Львова. Львов долгое время старались не призывать оттуда людей на Украине. У них там привилегированное положение. Все, на въезде во Львов со всех сторон позакрывали входящие дороги, всех останавливают, вручают повестки. За несколько месяцев они собрали людей, они их готовили. Сейчас эти свежие силы, пусть непрофессиональные, плохо обученные, могут быть брошены по какому-то из направлений. В польских соцсетях появилось видео, на котором автор утверждает, что правительство Моровецкого планировало отправить на Украину танки «Леопард» с польскими экипажами. Напоминаем, да, что вот эта вся техника, которую Запад присылает Украине, у нее есть большая проблема. Кто ей будет управлять? Нужны обученные экипажи. И для систем ПВО «Патриот», и для вертолетов, и для самолетов, конечно же, и для даже относительно простой техники, там, бронетранспортеров и танков, нужен обученный экипаж. Где его взять? Если это должны быть не англичане или американцы, это должны быть, конечно, сами украинцы. Значит, вы готовы дать технику, но экипаж будет готов, там, только через три месяца, через полгода. Может быть, к тому моменту уже спецоперация будет завершена или близится к завершению. Так что в этом смысла мало. А вот то, что уже собранные силы могут бросить в атаку, несмотря ни на какие жертвы, вот это страшно. Страны Евросоюза. А, ну так вот, якобы офицеры польской армии отказались выполнять этот приказ. Это вообще очень интересно. Многие теоретические рассуждения о том, что сейчас может сделать Польша там или какая-нибудь Румыния в Приднестровье и Молдавии могут оказаться просто досужими рассуждениями, которые от реальности крайне далеки. Страны Евросоюза стали предъявлять российским туристам заведомо невыполнимые визовые требования. Ребята, ужас! Поехать в Европу с туризмом не получится. Я вот не был ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии, ни в Великобритании. Но я думаю, что с туристической поездкой рано или поздно я туда доеду. Через 5 или через 10 лет. Я надеюсь, что там будет Париж, а не какой-нибудь Парестан. Что, в принципе, и с Россией может произойти. Так или иначе, это не страшно. А вот как же будут наши олигархи? Как чиновники наши будут туда ездить? Мне очень интересно. Потому что, если сейчас начинается такая движуха, любой чиновник или пропагандист, который оказался в Европе, скорее всего, обладает. Каким-то дополнительным паспортом. То есть он попал, например, в Италию, потому что у него есть итальянский вид на жительство или итальянский паспорт. И это сразу должно привлекать внимание наших ФСБшников. Клишес. Мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции. Какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию? Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же, вплоть до невыполнимых, набор требований. Серьезно? Европейцы очень хотят приехать в Россию? Товарищ Клишес витает в облаках. Статс-секретарь МИД РФ Евгений Иванов утешает. Ну и что, что в Европу не поедем? Зато смотрите. Ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, Содружество Багамских островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Табага, Сент-Люсия, Бахрейн, Кувейт, Аман, Саудовская Аравия, Замбия. Гонконг, возможно, безвизовый срок продлит с двух недель до месяца. Слушайте, ну, Замбия, это, конечно, замена Лондону достойная. Главное нашим олигархам об этом расскажите. В ходе национальных консультаций венгерское правительство спросило венгров о санкциях против России. 97% участников проголосовали против санкций. Правительство расценивает результат как показательный. 97% венгров против санкций. Интересно, какой процент немцев, французов, англичан реально были бы за санкции против России? Очень интересно. В рамках 10-го пакета Евросоюза обсуждается введение санкций против патриарха Кирилла, Росатома, экспорта алмазов, снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает известие со ссылкой на опрошенных политиков в Европарламенте. фантастика. Все-таки тот самый дом в Днепропетровске, про который Арестович сказал, что это была ракета ПВО, а не российская ракета, все равно они используют это как повод, чтобы ввести новые санкции, теперь против патриарха Кирилла. Но это, конечно, мощно. В Еврокомиссии заявили, что Россия должна бесплатно пускать иностранные авиакомпании по транссибирским маршрутам, летать, короче, через всю нашу страну. Мы просто должны, понимаете, мы должны терпеть, каяться и делать все бесплатно. Во всем мире пролет по чьей-то территории облагается определенными расценками, мы должны предоставлять свою территорию бесплатно. Противостояние экоактивистов во главе с Гретой Тунберг и властей переросло в столкновение с полицией. Протестующих поголовно задерживают правоохранители. В немецком Люцеррате прошли массовые протесты. Собравшиеся экоактивисты требовали прекратить расширение угольного карьера за счет расселенного города. На месте присутствовали известная активистка Грета Тунберг. Это фантастика. Активистка Тунберг заявила несколько месяцев назад, что ради того, чтобы Путин проиграл, пусть Европа отказывается от газа и использует уголь. Все, что угодно, лишь бы помочь Украине осадить Путина. Тут возникает вопрос, но уголь это грязно, уголь это вредно, уголь это карьеры. У Тунберг появляется возможность хайпануть, теперь она приезжает в Германию и говорит «Я за активистов». Где логика, логику не ищите. Так работают мировые медиа, мировые СМИ, популярность сама себя не создает. В Узбекистане возникла угроза дестабилизации общественно-политической обстановки на фоне развивающегося энергетического кризиса, верных отключений света, газоснабжения и общего снижения уровня подачи тепла в домохозяйство. Глава правительства в ущерб мерзущему населению продолжает поставки электроэнергии в Афганистан и Кыргызстан, а природного газа в Кыргызстан и Казахстан. Возможно, первая точка нестабильности в Средней Азии возникнет не в Казахстане, о чем мы многократно говорили, а вот, пожалуйста, возможно, она возникнет в Узбекистане. По подсчетам Goldman Sachs, одна из самых знаменитых авторитетных финансовых организаций мира, физлица продали все свои акции из S&P 500 и NASDAQ 100, которые им удалось аккумулировать в 19-21 годы, то есть за время коронавируса, когда были напечатаны колоссальные деньги, американцам и эти деньги раздали, поэтому надулся огромный пузырь на американских фондовых рынках, сейчас эти акции уже проданы. Прекрасная чистка финрынка с помощью инфляционного механизма. А что дальше будет происходить? Чтобы лопнуть пузырь, нужно его снова надуть, раздадут новых денег, криптовалюты подорожают, акции подорожают или всех загонят в криптовалюты, а потом этот пузырь лопнут. Что-то такое эдакое готовится. Forbes, опрошенный Wall Street Journal, экономисты считают, что с вероятностью 61% в США наступит рецессия в ближайшие 12 месяцев. CDC и FDA объявили в пятницу, что их система наблюдения отметила возможную связь между обновленной вакциной Pfizer COVID-19 и МРНК с инсультами у людей в возрасте 65 лет и старше, но заявили, что продолжают рекомендовать эти прививки. Но они еще не уверены, что там есть какая-то угроза, поэтому дальше рекомендуют. И напомню, в Китае 92% вакцинировано хотя бы одной прививкой. Жучайшая вспышка. Что вы об этом думаете, друзья? Пишите в комментариях, ставьте лайки, делать репосты. Сегодня я даже уложился чуть меньше, чем в час. Надеюсь на ваши лайки, репосты, комментарии. Обнимаю, друзья. Берегите себя, помните. Вместе мы сила, вместе мы обязательно победим. Живы будем, не помрем. Субтитры создавал DimaTorzok